А я напомню, выборы депутатов Мажелиса и Маслихатов пройдут по новой смешанной системе. За такие изменения в Конституцию казахстанцы проголосовали на всенародном референдуме в минувшем году. И если тогда нужно было выбрать «да» или «нет» в одном бюллетене, то теперь предстоит заполнить до пяти листов для голосования. В нюансах разбирались мои коллеги. Жители Алматы, Астаны и Шимкента в день голосования получат по четыре бюллетеня. В остальных регионах их будет пять, так как там предстоит выбрать депутатов в городские или районные Маслихаты. В первых двух листах будут кандидаты в Мажелис, как по спискам политических партий, так и одномандатники. В третьем и четвертом бюллетенях – претенденты на места в областной Маслихат, в пятом – в городской или районной. В этом главное отличие предстоящей электоральной кампании, подчеркивают политологи. За голоса казахстанцев будут бороться и партии, и одномандатники. При мажоритарной системе каждая область, то есть каждый округ, избирает на выборах одного кандидата, и только один кандидат становится депутатом Мажелиса. При пропорциональной, как это было раньше, депутатские кресла распределяют по числу голосов, отданных за партию. А смешанная система, по которой мы теперь будем голосовать, объединяет плюсы обеих систем и позволяет точнее сделать выбор и сформировать действительно представительный орган. Политологи считают, что новшество подстегнет политические силы к активности и хорошо скажется на ситуации в целом. Эксперты также советуют избирателям информацию о кандидатах искать на сайтах территориальных избирательных комиссий. Поэтому я рекомендую как раз-таки обратиться непосредственно к официальным источникам вот этих политических партий. Я советую получить информацию, это будет официальное подтверждение о той или иной кандидатуре, именно в окружных избирательных комиссиях. То есть это будет самая последняя и достоверная информация. Напомню, теперь в Можилисе 98 мест, треть из которых займут одномандатники, в том числе самовыдвиженцы. После выборов в соответствии с Конституцией правительство уйдет в отставку. Формировать новый Кабмин будут уже новые политические силы.